Мы же обещали показать вам сюрприз, а точнее победу. Вот она, как на ладони передо мной. Завод, где родилась легендарная победа, пережил бомбардировку Люфтваффе. Это добавило только мощи победному символу. Машину запустили в производство, и она стала любимицей у народа. Несмотря на это, победа оказалась недолгосрочным проектом послевоенного времени. 12 лет производства — и всё. Но в аккуратных руках некоторые машинки сохранились до сих пор. Причём такими, какими выехали с конвейера. Какой машинка была на старте, и где вы её взяли? Нашёл я её случайно по объявлению. В одном гаражном кооперативе в ней держали дрова. В ней, как в будке, жили собаки. Нашёл её, конечно, в плачевном состоянии. Часть была разобрана машиной. Забрал её, купил у хозяина. Она очень долго стояла на улице. И восстанавливал её лет пять. До сих пор ещё, если нахожу оригинальные запчасти, то их ставлю сюда. Это победа 54-го года выпуска. Её родной цвет — белая ночь. Это вариация серого. Под капотом стоит родной мотор 2,1 литра. Всего 50 лошадей. Но вы видели, как она бодро взобралась на пригорок в крепости. Борьковский автозавод. Ну да, это тоже всё новодельное. Это всё здесь, вот это предупреждение в радиаторе, как воду спускать. Это оригинал всё стоит. Да, это всё указатели, что делать автомобилисту. Катушка зажигания оригинальная. Это именно родные такие и были в том году. Фонарь оригинальная. Ну, здесь как бы всё, кроме проводов. Провода, да, они оригинальные, они шли. Реставратор ретроавтомобилей Андрей рассказывает, что поставить в Победу исключительно оригиналы было принципиальной позиции. Соответственно, и цена реставрации выросла. Я как бы увидел сам кузов интересный. Мне понравился кузов этот. И всё-таки захотелось восстановить такую машину. Я, конечно, не подозревал, что это я, конечно, завязался. Салон в Победах заслуживает отдельного внимания. Роскошные удобные кресла. Харизматичная приборная панель. Впервые на тот момент из пластика. У этой Победы при реставрации салона даже строчки соблюдали, как спроектировал газ. Говорят, что по металлу и вот по кузову она как танк. Ну, бронебойная, что ли, мощная. Это так? Ну, качество металла, конечно, другое, чем сейчас автомобили. Но весит она полторы тонны по паспорту. Не так уж и много. Не так уж и много, да. Ну, выглядит, конечно, массивно, но за счет того, что качество металла немножко другое. Хотя по толщине все как обычно, как у современных машин. Эта Победа единственная в Тирасполе принимает участие в ретро-выставках. В планах у реставратора собрать еще одну. На прогулки, может, тот сам свадьбу хотят заказывать. И машина яркая, и людям хочется пофотографироваться с машиной. Как бы настроение поднимать. Победа в свое время стоила недешево. Вплоть до 1955 года машина стоила 16 тысяч. При этом средняя зарплата была 500 рублей. Сейчас это бесценный раритет, который доступен только тем, кто по-настоящему влюблен в эту роскошную машину.